21 октября – Всемирный день профилактики йода-дефицита. Чем чревата нехватка или переизбыток этого микроэлемента в организме и почему важно вовремя обращаться к врачу, расскажет Богдан Колесников. Проблемы с работой эндокринной системы и щитовидной железы бывают не только у взрослых, но и у детей. Заболевания вызывают нарушение сна, слабость, ухудшение аппетита, замедление обменных процессов, резкое изменение веса, проявление хотя бы нескольких симптомов – повод показаться врачу. К эндокринологу нужно обращаться с профилактической целью раз в год, это взрослым людям, а детям декоративные сроки – в 6 лет перед посещением школы, потом в 10 лет, ну и подросткам – 15, 16, 17 лет, соответственно. Ну и если появляются у нас какие-то жалобы. Переизбыток йода в основном бывает, если человек ненормированно употребляет БАДы. Важнейший фактор профилактики заболеваний – правильное питание. По словам эндокринолога, в московском регионе в воде и пище йода не хватает. В рационе мало морепродуктов, а фрукты, насыщенные витаминами и микроэлементами – яблоки, фейхуа, хурму – можно приобрести в определённый сезон. Недостаток йода приводит к снижению выработки гормонов щитовидной железы и, как следствие, развитию серьёзных заболеваний. В основном это гипотириоз, то есть снижение функции щитовидной железы, узловые образования или бы увеличение щитовидной железы зоб. Значит, чтобы не было заболеваний щитовидной железы, таких как гипотириоза, диффузно-токсического зоба, узлового зоба, увеличение щитовидной железы, необходимо своевременно обращаться к доктору-эндокринологу, чтобы назначил определённый спектр обследований и лечения. Не менее вреден для организма – избыток йода. Он может спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания и тиреотоксикоз. У человека появляется высокое давление, тахикардия. Соответственно, даже могут быть дисфункции надпочников, вплоть до надпочниковой недостаточности. Поэтому мы должны всё равно с профилактической целью, с детского возраста употреблять йод. Эндокринологи не рекомендуют заниматься самолечением. А в случае недомогания нужно обращаться к врачу. Ведь ещё Гиппократ говорил – болезнь легче предупредить, чем лечить.